Здравствуйте друзья! Сегодня я приехал в гости к Владимиру. Владимир Пугачев на сайте Некоша. Это наш эксперт по ловле хищной рыбы. Приехали мы с ним в Голландию, попытаемся ловить судака на речке Вааль. Ну и как всегда все что получится из нашей рыбалки вы увидите из короткого видеоотчета. Мы собираем с Настей и идем ловить рыбу. Жалко, что у меня нет камеры, которая приближает. Я еще копаюсь в машине, а Володя вижу уже хорошего судака вытащил. Надо ускоряться. Так Володя, расскажи что ты тут поймал, пока я копался в машине. Яси, я думал ты судака вытащил. Поклево сейчас сорвало, да. Ну все равно отлично. Суперски. Покажи. Будет на ужин жареная рыба. У кого как? Ооо. Красавчик. Супер. Ну что. С Богом. Попробую сделать первый заброс. Заброс недалекий. Сначала посмотрим, что под самой шпицей стоит. Если что-нибудь вообще. Ооо. Ооо. Спасибо. как правило оптимально первый первый заброс буквально там 10-15 метров от шпицы чтобы у тебя прям под шпицы упала приманка и попробовать обловить ну что сейчас на стоит дежурный судак начал я ловить на тандыршет олег фишинг ну а там посмотрим это вода мудноватенькая начал я натуральный цвет потом может быть перейду на яркие цвета сейчас главное тут прощупать что у нас дном есть ли тут зацепы какой груз конкретно надо мне сейчас стоит 17 грамм в принципе эти в течение не кидать вполне этого достаточно кидать в сторону берега так думаю еще и меньше нужен груз ловлю я сегодня на спиннинг земных буриза 862 мх до 28 грамм тест у него как бы по опыту просто уже знаю обычно этого теста для этих условий ловли вполне достаточно мы палочка неплохая своих денег стоит был у меня зацеп сразу вот проверил крючок видите по 45 градусов он скользит надо его сразу же подточить иначе по закону подлости потом последует поклевочка и будет досадный сход но в любом случае я сейчас хочу попробовать другой цвет приманки попробую вот такую поставить шиповочку цвета такого зеленого мой любимый цвет попытаемся такой приманкой соблазнить поставил я приманку зеленого цвета но ничего не поменялось судя по всему сейчас вот в настоящее время просто судака здесь нет ну что делать как говорил известный герой из известного кинофильма будем искать забыл сказать что в спинке состыковал шимоно твин повар 3000 на меня где-то шнур здесь стоит килограмма на три с половиной четыре на разрыв я перешел на другую сторону волнореза полой местный абориген каждый почти заброс зацеп поэтому взял вот вертушечку и покидаю потому что очень часто бывает таких мест мест они очень обловлено тут здесь все угодно может стоять и щука может стоять и окунь крупный любая рыба тот же судак бывает наберет на вертушку попытаем счастье с вертушкой говорил мне володя не ходи ты на этот край тут одни за зацепы так и получил даже вертушку за какой-то мусор зацепил и все оборвал ну что делать мы все учимся на своих ошибках а не на чужих будем перевязываться поменяла приманочку пойду оборву еще одну приманочку там там будем думать что дальше делать я решил сейчас поставить чебурашку потяжелее 23 грамма осветный крючок и попробую пробить вот с обоих сторон где поглубже у там идет буноши не закалчивается волнорез здесь он немножко дальше идет естественно в реку дальше идет заглубляется естественно что там тоже есть яма это же там часто своих хищник но вес естественно уже по кругу потяжелее брать ну и зацепов там тоже побольше чем место очень хорошие корабль проходит буквально в 20 метрах от волнорезов значит русло рядом то есть по идее судак должен сюда выходить приехали может поздновато до вместо по идее супер ну еще попытаемся чем поймать ну что и следовало ожидать обрыв ничего не сделаешь естественно что здесь насыпано как бы большая не знаю как сказать куча есть в основном камней и провести вот именно через эти камни далеко не всегда удается приманка сделать несколько проводок и на одной из них засадил приманку пойду перевязываться друзья соорудил я сплитшот в надежде что хотя бы окуня удастся поймать попробуем еще сплитшот если нет то все какие тут корабли красавцы рядом проходят где наш судак и окунь поздновато конечно мы приехали туда ловить начали около там 9 пол десятого конечно это поздновато пять разница да так же часто приезжали днём и днём суда клевал но сегодня не по такой день волны пошли первый же заброс сплитшота и поклёвка а сколько уже здесь кидал сколько здесь кидал жить и никак Так, все-таки разнесенка есть разнесенка. Хотя, может, просто повезло, чисто под нос попал. Опять что-то там небольшой, или судачок, скорее всего, небольшой лякушок. Ну, хотя бы от ноля уйти, и уже хорошо. Ты еще вновь? Да, да. За два часа первая поклевка. Придем в течение взяло, там только упало, вот где на границе. Как ты и говорил, на границе с течением, да. Чтобы жизнь медом не казала. Да, да, крошечный судачок. Но хотя бы что-то, ребят. Да, хотя бы что-то от ноля уйти. Такой судачишка вот, сантиметров сорок. Ну и то, слава богу. Вот он, красавчик, видите, твистерочек в пасте. Сейчас мы его амнистируем, сфотографируем на память. И отпустим. Отпускаем красавчика. Давай, давай, в другую сторону. Все, давай, 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 да. Все. Пошел. Приходили через пять. Ну, что можно сказать по первым наблюдениям. То есть рыба стоит на канте, на границе быстрого, медленного течения, где как бы крутит, скажем так. И пока вот поклевочка эта была именно не на равномерном порядке, а на подрывчике. Подрыв, пауза. Реманка легла на за пять подрыв. У Володи сейчас тоже была поклевочка. Так что, судя по всему, мелкий судачок все-таки присутствует в месте ловли. Но он стоит не у шпицы, как обычно он стоит. Как обычно держится рыба. Тут под шпицей как бы яма. Воду крутит и стоя. Почему-то стоит вдалеке от волнореза рыба. По каким-то причинам. Ну, судя по всему, там какой-то корм есть. И она и кормится. Судак. Может, малька там нашел. Может, червей там течением несет. Не знаю. Но что-то его держат почему-то вдалеке от волнореза. Ну, и опять же, по-любому рыбы мало. Если бы много было рыбы, поклевки бы следовали бы на каждом забросе. А так вот, я одному поймал, у Володи была поклевочка и все. Но все равно радует. День, солнце светит. Такую погоду очень редко днем судак берет. Слава Богу, и так. На Канте, там где переход из глубины на мель, всегда наносят много мусора. И, естественно, что и следовало ожидать, у меня зацеп. Ставался я в следующие забросы. Опять рыба немножко покрупнее. Ну, тоже, ничего, как бы, сильного. Но вот, плюл опять в том же самом месте. Опять там же, на Канте. Да, по всему, кузачок чуть побольше. Странный стоит далеко так, да, вообще. Обычно он тут под волнорезом всегда, в ямке стоит. 16 час. Ну, тут посильнее рыба сопротивляет. Видите, спиннинг работает. У меня там поводочек 0,2, поэтому портировать не могу. А он еще в течение ушел. Он, может, не такой большой, как упер сразу в течение. И, естественно, что в течение... Течение добавляет ему силы. Поднимайся. Ну да, он не такой большой, где-то в районе полтинника. А, блин, прет. Прет уже, как взрослый. Вот такой напалтишок судачок. Видите, он какой красавчик. Даже побольше, наверное, в 55, наверное, приходится отодвигать, чтобы в кадр влез. И вот посмотрите, как глубоко в пасте приманка, да, у судака. Просто, говорю, нужно попасть ему под нос. Красавчик такой. Поимка была, не знаю, как вам видно, вот так, наверное, лучше видно. И вот так. На оворунку от Pantone 21. Опять боржая идет, груженая. Красотища. Друзья, вот у меня был зацеп. И вот ногти меня провожу. Вот так вот. И упирается. Вот дошло до жала. То есть жала по 90 градусов загнулась. Точить его уже бесполезно. Просто сейчас привяжу новый крючок. Обязательно обращайте внимание. Вроде такой зацеп и сразу отцепилось. А жалуха на. А потом, я уже говорил во многих фильмах, что 90% сходов это тупые крючки. У меня сейчас поклевка. Думаю, буду включать камеру. И тут же сошла. Ну, небольшой судачок был. Немножечко стянул рыбку. Ну, что делать? Не судьба. Вот был сход у меня. Самый, говорю, что в основном это из-за крючков. Попробовал все. Хотя вроде бы зацепа я даже таких не чувствовал. Просто вы делаете подрыв. Она по камню раз-два черканула. И жала затупилась. Вот рыба и ушла. У Володи было несколько поклевочек. Ну, и вот реализация на сорокушечку. Небольшой, но главное судачок. Слава Богу, хоть что-то поймали. Фото и мы отпускаем. Все, пошел подрастать. Может, не очень эстетично, но живой главное. Все, друзья, хочу показать. Практически на каждом забросе вытаскиваем с Володей листья. То есть там, где воду крутит, где перепады глубин, собирается мусор. Там стоит рыба, но и там куча всякого мусора. Мы с Володей поменять место, да, Володь? Там, где рыбы нет, половили, поедем, да, там где она есть. Переехали мы на другое место. По забросу сделали. На первых забросах, на первых забросах нас Бог не послал. Поклевок, ну, посмотрим. В любом случае, волка ноги кормят. Будем судака искать. На предыдущем месте у меня стояло 16 грамм чебурашка. Мне этого вполне хватало. Так вот здесь я поставил 26. И только сейчас стал нормально отслеживать дно. Здесь намного сильнее течение. И вес, соответственно, нужно подбирать под течение. Так, ну вот на новом месте у Володи поклевочный. Он что-то тащил. У меня поклевок не было пока. Ну, нормальный судачок уже хороший. За полтинник, сантиметр 55. Супер. Иду. Иду снимать. Опа. Как классический у меня, видишь? Ну да, ну видишь, что здесь где потише, потому что там где течение. Ну, уже зачетный судачело. Это уже не мелочевка. Это уже за полтинник. Ага, померим. Да. А заставай, будем делать фотку. Так, покажи, Володь. О, красавец какой судачело. Вот проходящие в парке кораблей волны порой бывают, как на море. Вот одна была поклевка пока у Володи. Он поймал судачка и все. У меня тут ни одного тычка на новом месте. Поставил я уже колебалочку. Нифига, у Володи была еще одна поклевка. За все время получается, что мы здесь ловим уже, не знаю, часа два минимум. У меня ни одной поклевки, у Володи две. Тишина. Друзья, вот солнце село. Видите, вот там вот заряксак это. Закаточная. Это закат, вернее, не заряк. Закат. На новом месте вот уже прорыбачили мы несколько часов. У меня не было ни одной поклевки. Пока просто караул. Так, ну вот уже почти стемнело. И Володя из-под берега вытащил опять такой наполтинничек судачок. Извините за выражение, да. Но тут не скажешь нормальными словами ни по-русски, ни по-немецки. Судьба такой. О том мы уже расстроились. Володя говорит, уже нету надежды и на воблеры. Не клюет ничего. Но у меня вот так на этом месте ни одной поклевки мы переехали. Ну, что делать? Кто-то его уже жрал. Вот такой вот судачок. Ну, слава богу, хоть что-то попалось. Я только что, у меня был сход хорошего судака, даже знаю почему. Ведешь по мели, постоянно тройники задевают за камни. И крючки подотупились. Я их хоть и подтачивал, но, к сожалению, видно не так хорошо, как надо. Сошел и хороший судак по сопротивлению. Первая поклевка на этом месте. Не везет мне здесь. Друзья, ну что, мы рыбалку будем заканчивать. Я сегодня в полвосьмых пять встал, в полседьмого выехал. Сейчас время полвосьмого и еще мне ехать два часа до дома. А Володе чуть поближе. Рыбалка все равно считаю, что удалось. Удалось поймать нам все равно кое-что получилось. И слава богу, да, Володь, хоть что-то, но есть, да? Не наш был день. Ну, не наш, но все равно от ноля ушли, и это самое главное. Зато мы нашли, почему не клюет. Да, мы тысячу причин нашли, почему не клюет. Это точно. Ну что, друзья, всего хорошего. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...